Друзья, всем привет! С вами Никита Дилэй и мы продолжаем рубиться в нашу любимую карьеру на карте свопа Агра. Сегодня, друзья, у нас очень много работы, потому что у нас стали некоторые производства, в общем-то надо все это дело заполнить. Плюс, как я уже говорил, мы продолжаем развиваться верными шагами и, соответственно, новое производство мы сегодня построим, это будет Агрокорм. Давайте, друзья, для начала, как обычно у нас в начале серии, мы пробежимся по тому, что у нас есть и потом уже начнем работу. Для начала, друзья, наш цементный завод. Отсюда я продал чуть больше, чем 500 кубов за кадром и у нас тут закончился биогаз, поэтому сегодня надо будет его сюда обязательно привезти. Деньги нам нужны, этот завод не должен простаивать. На зерновом сепараторе тоже у нас уже все переработалось. Я вот не знаю, чистое зерно, может быть, мы и не будем отсюда забирать сегодня, хотя, может, и заберем, будем по времени, в общем-то, смотреть, но в любом случае 5 прицепов зерна сюда нужно будет обязательно привезти, благо маршрут у нас есть. Завод растительных масел у нас работает, тут не так быстро, кстати, все это дело производится, потому что сколько мы кубов? 300, наверное, отвезли в прошлый раз подсолнуха и канолы, и не то чтобы прям много у нас этого всего дела произвелось, хотя жмыха уже 36 кубов, может, его и должно быть много. В общем-то, здесь все ресурсы есть, давайте еще найдем, где у нас стоит подсолнечное масло, посмотрим, сколько его у нас уже есть. А его меж тем, кстати, немало, 50 кубов на складе хранится, и вот еще поддон, вот еще поддон, в общем-то, масло есть, это меня радует. Далее по карте у нас располагается завод эфирных масел, он тоже закончил свою работу и тоже стоит, потому что он быстро перерабатывается, лаванда у нас, как правило, с уборки не так много выходит, но тут уже есть 96 кубов этого самого лавандового масла, плюс здесь поддон, плюс с обратной стороны еще поддон, который на склад идет. И скоро все это дело мы начнем продавать, когда нам потребуются миллионы. Кстати, лавандового масла у нас уже, вот этого эфирного, если попасть на хорошую цену, то на 2 миллиона будет, ну, на миллион 700 точно. Далее, друзья, у нас мельница, и она тоже у нас закончила работать, чистое зерно здесь закончилось, но есть мука, муки, кстати, много, 98 кубов, плюс еще вот 3 поддона, так что я не думаю, что у нас будут большие проблемы с мукой, когда она нам понадобится. В общем-то, будем по времени смотреть, если мы отвезем чистое зерно с сепаратора на базу, если будем успевать это все дело сделать, то потом, соответственно, запустим и мукомольный завод, но, скажем так, не горит. Далее, нефтяные скважины, тут биогаз еще остался, и его капец как надолго хватает, ну и 250 с лишним кубов нефти нам накачали вышки с момента нашего последнего опорожнения этих самых вышек. На заводе НПЗ у нас тоже все хорошо, нефти еще хватает, половина переработалась с тех полутора миллионов, которые мы сюда завезли, хватает полимеров, и, соответственно, здесь есть еще и дохренища дизеля, 437 кубов. 100 из них мы отвезем себе на базу, у нас на базе еще 15 кубов топлива осталось с этого прицепа, в общем-то, до конца игры нам его хватит, все остальное будем продавать по мере надобности. На химпроме, друзья, у нас закончились полимеры, довольно быстро тоже этот завод работает, мешки есть, и это, в принципе, хорошо, если они вдруг понадобятся, но два прицепа полимеров мы сюда тоже обязательно сегодня отвезем. Далее сельхозхимия, семена на ней, слава богу, пока что есть, а удобрения у нас на складе, на самом деле, они заканчиваются, там на 1-2 посева максимум оставалось, поэтому я сюда завез 600 тысяч дегистата. Из него, соответственно, переработались удобрения, но так как они тут были, завод встал, соответственно, эти удобрения нужно будет сегодня перевезти на склад. Остальной дегистат уже переработается и удобрения будут здесь лежать, там, для посева, например, когда мы будем сеять сейлкой с удобрялкой, которая. Далее, друзья, производство бетона. На производстве бетона у нас, в принципе, все в порядке. Тут надо будет когда-нибудь перевезти в воду, ну а так, я думаю, до конца игры вообще этого бетона нам хватит. А вот на производстве бетонных блоков, если мне не изменяет память, закончились поддоны. Да, поддонов здесь нету, поэтому производство бетонных блоков стало. Здесь у нас есть 12 кубов на складе, здесь, еще на нашем основном складе тоже 60 кубов есть. В общем-то, бетонные блоки нам, на самом деле, нужны для строительства, поэтому этот завод надо будет обязательно запустить, и сегодня мы отвезем сюда поддоны. Ну и последнее наше предприятие, это картонная фабрика. На складе у нас здесь есть картон, 102 куба, это, в принципе, неплохо, а вот поддоны здесь закончились, поэтому это производство надо тоже сегодня обязательно возобновить будет, и привезти сюда немножко поддонов. 10 штук сюда надо всего, больше не влазит, но привезти их сюда обязательно надо будет. Ну и давайте напоследок еще заглянем на склад, соответственно, как я говорил, бетонных блоков еще 60 кубов осталось на одну стройку. Поддонов пока что хватает, плюс 38 кубов есть на фабрике по производству поддонов, а вот бруса осталось довольно-таки мало, 86 кубов, это тоже на одну стройку, поэтому, друзья, нам надо будет попилить деревья. Но мы этим займемся уже в следующей серии, чтобы эту серию не растягивать на миллион миллиардов часов, тем более следующее строительство будет в серии там только через 3-4, в общем-то, к тому времени должен будет брус уже быть готов в достатке. Ну и, друзья, еще одно производство, агрокорм, которое у нас не куплено, не построено, соответственно, давайте его сразу же купим. 112 тысяч стоит участок для строительства, и, в принципе, нужно будет завести сюда сегодня все стройматериалы. Тут, в принципе, все как обычно, поддоны, блоки и бетон. Находится у нас прямо рядом с сельхозхимией, рядом вон овчарня есть, которую нам еще нужно будет тоже купить, и довольно скоро мы этим займемся. Работа, в общем-то, на сегодня непочатый край. Плюс ко всему этому, друзья, у нас созрели все поля, поэтому замутим уборку на полях, а также уберем наш фруктовый сад. В общем-то, давайте начинать работать. Первым, друзья, у нас пойдет работать наша косилка на лугу. На самом деле, друзья, уборку травы я прервал вот буквально прямо перед записью этой серии, когда уже было все готово для записи, и трава еще не убралась до конца. Тут довольно много ее осталось, а собрать он успел 6 миллионов 72 тысячи литров. В общем-то, до хрена на самом деле. Я решил эту часть до конца не убирать, а убрать ее уже в следующий раз, то бишь сегодня. Друзья, мы сегодня еще раз запускаем косилку, но сзади к ней прицеплена будет вот эта вот замечательная сеноворошилка, которую мы в первой серии купили. Соответственно, мы косим траву, сразу же ее переворачиваем, дабы это было сено, и уже сено будем отвозить на склад. Потому что, как я говорил, скоро животные и все такое. Сено нам, друзья, понадобится обязательно, и, в общем-то, здесь его будет тоже немало. Соответственно, косилка по маршруту по кос травы взлетка. Со стартовой точки мы ее запускаем. Радиус поворота ставим 12 метров. И, в общем-то, он должен будет все покосить, все убрать и сделать из этой всей травы сено. А подбирать все это дело за ней будет наш зеленый фент. Соответственно, с фуражным прицепом. У него маршрут на базу, поэтому со стартовой точки, товарищ, мы тебя тоже запускаем. Тоже 12 метров тебе поставим, и неподходящий тип инструмента у тебя. Ясно, друг, ты у нас сейл, да? Ну давай, погнал, я думаю, у тебя тоже все получится. Далее 31-е поле. Лаванда, которая постоянно здесь растет. Вот я и сгенерировал новый маршрутик на одну поворотную полосу. Почему-то мне захотелось. Со стартовой точки, соответственно, этого парня мы запускаем. И пока он туда едет, запустим также помощь к нему. Блин, какой он грязный. Я все время забываю помыть технику перед записью. Соответственно, по комбинированному маршруту, который почему-то сбился. Но мы его загрузим заново без проблем. Так что этот товарищ вместе с тем комбайном, иди давай, работай. У тебя должно все получиться. Он даже развернется сам, наверное, мне так кажется, да? Он же молодец, нет? Молодец, да? Да? Молодец, красавец. Соответственно, эти парни будут работать. И, как показала практика, отвлекать они нас не будут. А вот сеноворошилка, кстати, довольно-таки хреново справляется с травой. Поэтому маршрут этот, друзья, мы прерываем. Трактор сейчас там даже не будет знать о том, что ему надо собирать. Будет и трава, и сено. Давай, дружище, стой. Видимо, надо гнать сюда другой трактор для сеноворошилки. Но, друзья, для нас же это небольшая проблема. Поэтому давай, друг, по маршруту, по острову, взлетка, следом за косилкой, едь. Единственный косяк, у нас валковая жатка посередине, если едет, то она ни хрена не будет убирать. Поэтому надо поставить ей какое-нибудь небольшое смещение, например, на 3 метра вправо. Ну, и да, вот этого товарища надо бы отсюда тоже убрать. На самом деле, хотелось бы еще и траву высыпать из него. Во, вот так вот он будет все это дело ворошить, и все будет чики-бомбони. Вообще, я не в том месте траву высыпал. Давайте куда-нибудь вот сюда, наверное. О, вот так вот. Все, соответственно, сеноворошилка потом по ней пройдется. Ну, должна, по крайней мере. Соответственно, со стартовой точки запускаем мы этого подборщика. Он уже сейчас будет собирать сено и возить его на базу. Вроде как все должно быть хорошо. А все равно как-то не так собирает. Блин, мне это не нравится на самом деле. Ладно, пускай воротит столько, сколько переворотит, а там уже собирает сколько собирает. Пофиг. Я так понимаю, ты же траву трогать не будешь, да? Оставлять ее будешь тут. Будет собираться только сено. Ну и ладно, пускай собирает только сено. Блин, я не очень понимаю, как, конечно, это все дело работает. Это немного странно. Теоретически, если потом сеноворошилку по второму кругу пустить, то она должна будет все сделать. Но это не точно. Ладно, это все понятно. А мы продолжаем тогда заниматься полями. Соответственно, пятое поле, на котором растет у нас горчица. Тут, в принципе, все абсолютно просто. Единственное, конечно, мы, как обычно, сами это все дело стартанем немножко. И с ближайшей точки запускаем этого товарища по маршруту. Только, дружище, куда ты поехал? Да, я понял, куда он поехал. Здесь одна поворотная полоса стоит, поэтому он поехал дальше разворачиваться. Ну, давай тогда со стартовой точки. Мы тебе начало трохи подубрали. Так что дальше должен сам справиться без проблем. А помогать ему в этом нелегком деле будет красная тоже, блин, грязная капец статра. Соответственно, маршрут поля 0.5 база, поэтому давай. Работаешь с CR 10.90 и все у тебя должно хорошо получиться. Ты решил сначала съездить на базу. Ну, и ладно, ну и едь. Далее, тринадцатое поле. Здесь, в принципе, тоже все понятно. Я даже без круговой полосы забубенил маршрут. Поэтому заводим двигатель, включаем комбайн, стартуем. Все, как обычно, немножко вручную. Хмель, кстати, посмотрите, какой высокий. В нем можно заблудиться, наверное, нахрен. Все, друг, давай, с ближайшей точки у тебя все должно получиться без проблем. Ну, и, конечно же, помощник тебе в этом нелегком деле Татра, который тоже сбился маршрут. Я не знаю, почему так происходит, но ничего страшного. Мы, люди, не гордо, еще раз загрузим. В чем проблема-то? Все, друг, давай, у тебя стоит тоже CR 10.90 и куда ты поехал? А, у тебя там маршрут заканчивается. Я понял тебя, я понял. Ну, все, пацаны, вы должны справиться. Далее, друзья, наша GCB, которая занимается доставкой. Соответственно, по маршруту зерно-сепаратор 5 прицепов. Ему надо будет обязательно отвезти. На этот раз будем возить ячмень, потому что у нас его больше, чем пшеницы. У нас его 600 кубов пшеницы, 200 всего осталось. Надо будет, кстати, посеять пшеничку. Соответственно, запускаем это все дело с ближайшей точки. Немножко назад отгоняем, чтобы он загрузился нормально. И чтобы первый маршрут пошел в зачет. Ну да, раз написано заполнение, то загрузится. Замечательно. В общем-то, он тоже справится. Я думаю, проблем у него возникнуть не должно. Ну и последний трактор, который будет работать по курс-плейчику сегодня. Это товарищ из фруктового сада. Соответственно, первое, что он будет делать, это сбор яблок. У нас фруктовый сад все созрел. Мы пару серий про него забыли как-то случайно. И, в общем-то, он нас ждал. Поэтому давай, друг, со стартовой точки. По скорости у тебя три камача. Все замечательно. Ты соберешь без проблем, я думаю. И остановиться в последней точке триггере, да. На всякий случай. Итак, друзья, уборку мы замутили. Все закрутили, все закрутилось. Один из единиц техники у нас сейчас работает на курс-плее. Но и нам самим сейчас тоже придется немножко покататься. И первое, что мы сегодня собирались сделать, это отвезти биогаз на завод цемента. Поэтому давайте, собственно, это сейчас и сделаем. Туда у нас влазит 200 тысяч, поэтому мы его забьем полностью. Поэтому две фуры вот таких вот с полуприцепами нам нужно туда будет отвезти. В общем-то, поехали. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Итак, друзья, цементный завод у нас, соответственно, запущен. Разгружается последняя бочка, все здесь хорошо, тем самым сборщик яблок доехал до конца своего маршрута. Поэтому мы этот маршрут прерываем, соответственно, разгружаем яблочки, сбрасываем маршрут и запускаем сбор абрикосиков. Со стартовой точки, я не знаю, доедешь ты до конца, точнее, до этой стартовой точки, не доедешь. Да, доедешь, все, замечательно, тогда, друг, работай. А с сеноворошилкой творится какая-то вакханалия, у нас просто тупо исчезает трава. Я без понятия вообще, как это работает. Ну ладно, пускай работает. Там, честно говоря, трактор то траву фуражирует, то сено. В общем-то, видимо, долго я буду мучиться с этой уборкой, ну да ладно. Будем по одному и тому же маршруту просто этих пацанов пускать, пока они не сделают все как надо. А, впереди эта куча травы, которую я сам высыпал. Ладно, что-нибудь добудет в любом случае. Мы тогда возвращаемся в нашего Америкосика. И раз у нас подцеплена бочка, то, соответственно, я думаю, что нужно съездить на нефтеперерабатывающий завод и забрать оттуда дизель. Отвезти на базу и там же эту бочку мы и оставим. В общем-то, поехали! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, друзья, довольно весело у нас получается. Эта бочка не может загрузить. А я ж вот знал даже об этом, что, блин, надо... Мы даже покупали специально бочку для дизеля, когда играли с сезонами, и я затупил. Причем затупил я вообще по жести. Ладно, мы сейчас это оставим здесь, и я потом придумаю, что с этим делать. Ну, что с этим делать? Единственный вариант это продать, конечно. В общем-то, мы оставляем это здесь, цепляем платформу, и давайте займемся, что называется, делом. Сейчас не хочется вообще решать эти проблемы все. Мы даже подцепим сначала вот эту грузовую телегу и отвезем бетон на нашу стройку. Сейчас маленькая тележка занята, поэтому там не получится ровно 120 тысяч отвезти. Ну, в общем-то, сколько отвезем, остальное там излишек продадим на стройке рядом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Замечательно, друзья. Бетон мы отвезли. Первые шаги в постройке сделаны. Я забыл то, что мы еще собирались удобрение везти тем же прицепом. Ну, ладно. Давайте сначала замутим стройку, а потом уже будем смотреть все остальное. В общем-то, наша цель сейчас отвезти брус и бетонные блоки на стройку. Погнали! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Ура, друзья! Запустили мы стройку и в следующей серии, соответственно, у нас появится новое предприятие, которое называется Агрокорм. Можно даже галочку в списке поставить. Это мы на сегодня сделали. Тем временем у нас еще и закончился сбор абрикосиков, поэтому этот маршрут мы тоже прерываем, разгружаем все это дело и загружаем маршрут сбор слив. И в последний сад, который у нас остался. Единственное, сам он до стартовой точки не доедет, я помню точно, поэтому надо будет его вывести вручную туда. Соответственно, запускаем со стартовой точки и этот товарищ соберет нам сливки и без проблем. А мы тогда, друзья, возвращаемся и продолжаем работать. Теперь нам нужно отвести полимеры на химпром. Это, в принципе, должно довольно-таки быстро получиться. И я тут случайно взял два лишних поддона с брусом, поэтому мы сейчас по пути закинем их на стройку. Соответственно, друзья, полимеры мы также отвезли. И теперь химпром у нас снова запущен. Тем временем закончилась перевозка зерна на сепараторы. Я тут подумал, что сейчас мы не будем все это дело забирать. Потом уже двойную, тройную порцию, может быть, сразу заберем. Там вместимость довольно-таки большая. Так что, я думаю, проблем возникнуть там не должно. А мы тогда возвращаемся обратно к нашему оранжевому Америкосику. Дальнейшая наша задача отвезти поддоны на картонную фабрику и на завод ЖБИ. Соответственно, на картонную фабрику нужно всего лишь 10 поддонов с поддонами. Мы их будем забирать именно на поддоновой фабрике. Там 38 кубов лежит. А на ЖБИ мы уже повезем со склада. Там, скажем так, близко будет. И туда нужен будет целый прицеп. В общем-то, погнали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вуаля, друзья. Запустили мы также картонную фабрику и фабрику ЖБИ. Завод, точнее, ЖБИ. Осталась, соответственно, последняя задача, которую нужно будет сегодня выполнить. Это отвезти удобрения нам на склад. Субтитры подогнал «Семкин Корректор А.Егорова Ну вот, друзья, вся работа, которая была запланирована на сегодня, выполнена. На пятом поле у нас, соответственно, вовсю идет уборка горчицы. Ребятам осталось меньше половины. Лаванда убирается. И довольно большой кусок работы они сделали. Но осталось еще много. Это на всю ночь, сами понимаете. Сливы у нас также собраны. Поэтому этот маршрут мы прерываем и разгружаем. И, кстати, давайте посмотрим вообще, что у нас по ягодкам, по фруктам есть. 45 кубов, в общем-то, слив будет. 40 кубов. Он уже выгрузился. 54 абрикосов и 56 яблочки. Ну что, я думаю, что это неплохо. Тем более, вроде как они расходоваться будут не так быстро. Трава у нас, соответственно, уже почти вся покошена. Как только закончит сеноворошилка работать, я ее пущу еще раз по кругу. Ну а со сборщиком травы я уже там буду разбираться, смотреть, будет здесь сено, не будет здесь сено. В общем-то, что-нибудь да будет, конечно, обязательно. Но сеноворошилку мы еще раз обязательно здесь пустим. Потому что вот эти вот полоски на половину из травы, на половину из сена, это надо дело исправлять, безусловно. Ну а 13 поле убрано примерно половина. Здесь довольно быстро идет сбор. И большую часть времени, конечно, комбайн проставит. Как только уберется 5 поле, я второй грузовик сюда же поставлю. И все у нас будет зашибись. Ну и за кадром еще, разумеется, я чем-нибудь все это дело засею. Ну а в следующей серии, друзья, у нас с вами уже построится до конца агрокорм. Поэтому мы его запустим. Ну и плюс, как я и говорил, попилим деревья. Плюс уборка, все как обычно. Поэтому, чтобы не пропустить серию, подписывайтесь на канал. Не пожалейте, пожалуйста, лосика. Подписывайтесь на лайв-канал. Вступайте в наш канал в Дискорде. Вступайте в группу ВКонтакте. Пишите обязательно свои комментарии. На этом, друзья, все. С вами был Никита Дилэй. Всем спасибо за внимание. Всем всего доброго. Пока-пока.